1. Областное радио То есть весь цикл про Незнайку Особенно Незнайка на Луне То есть когда она вышла, это действительно была такая книга Но многим непонятно Сейчас, мне тоже кажется, на нее стоит прямо обращать внимание Хорошо, что вышел мультфильм Он так популяризировал это произведение Да, я бы тоже сказала про Незнайку Что мультфильм, что книжка Это как минимум 10-12 плюс То есть что понимаешь, что такое акционерное общество Как все это формируется, как они там продавали Свои семена и так далее Помните, там они даже есть, например, мысль О профсоюзе Общество свободных крутильщиков Вот этих аттракционов То есть на самом деле там смыслы заложены очень глубокие Есть такая современная книжка Нельзя сегодня не сказать о ней Боди Шефер «Пес по имени Мани» Мы ее сегодня подарили, да, одному из слушателей Радио 54 в рамках викторины Вот действительно, это практически такая Библия о том, как обучить детей финансам Она, в отличие от наших русских народных Авторских сказок, которые Такая квинтэссенция народной мудрости Там несколько линий, несколько смыслов «Пес по имени Мани» Это книжка как раз про деньги О том, как можно научиться копить Как научиться верить в себя Ставить цели, их достигать На примере девочки и пса Который говорит, но говорит только на тему денег И в этой книжке есть продолжение Ну, она примерно лет с десяти точно Я думаю, можно открывать семь-восемь лет Но, наверное, будут еще некоторые моменты рановато Особенно, когда они в конце Там уже все-таки инвестированием практически занимаются Вот, но в этой книжке есть продолжение А вторая часть этой книжки называется «Кира и секрет бублика» И вот как раз в этой книжке говорится о том Что деньги — это наша внешняя оболочка А внутри характер — то, что формирует человека Умение быть ответственным, уважать других, верить в себя И вот она как раз говорит о том, что и первая без второго не существует То есть деньги — внешняя оболочка Но наша внутренность, вот она формирует нашу судьбу в принципе Поэтому их хорошо читать в комплексе Но не только, надо сказать, у зарубежных авторов Есть такие современные книжки Есть книжка, называется «История одной монетки» Елена Ульева Вот она совершенно современная Она как раз на детей помладше Это примерно 6+, вот, а как раз от 6 до 10 В ней мальчик Вова вместе с монеткой путешествует И так они... Она вот не учит обращению с деньгами Но она больше такая экскурс Она как раз рассказывает о том, как произошли деньги От чего, в принципе, товарно-денежные отношения Как мы от ракушек вот к современным банкнотам-то, собственно говоря, и двинулись Сейчас у нас на запуске проект с областной библиотекой Он такой большой, комплексный Вот часть этого проекта называется КИБО У библиотеки есть комплекс информационно-библиографического обслуживания Это прям грузовичок с книжками Грузовичок, на борту которого находятся полторы тысячи различных книг И он путешествует по отдаленным районам нашей области В которых библиотек нет Они молодцы, да Есть заранее график, маршрутный лист Они приезжают, становятся на площадке администрации Наверняка на сайте областной библиотеки можно посмотреть Конечно, есть информация, можно посмотреть, да Более того, туда, куда они приезжают То они хорошо информируют То есть люди уже приходят Приходят взрослые, приходят бабушки, приходят дети Берут книги Книги берут не только по школьной программе Бабушки берут садоводство, огородничество, понятно Мы решили зайти туда как раз книгами по финансовой грамотности Но это не экономические учебники Когда ты читаешь и через слово не понимаешь эти термины Это книги как раз популярны Вот все же «Пес по имени Мани» Все, о чем сегодня говорили, эти книги там будут Главный совет – не оставлять ребенка наедине Как бы с самим собой и с книжками, фильмами То есть с любой информацией Процесс познания проходить вместе Безусловно Ну и, естественно, помнить, что все равно Что бы он ни читал и что бы он ни смотрел Самый главный пример – это его самые близкие люди Конечно Радио 54 Первое – областное радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова